здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий ну вот очередной звоночек от якобы специалиста и сбербанка напомню для тех кто не знает я такой же как и многие другие у меня раньше тоже были кредиты и они всегда занимался кредитами я юрист был раньше человек который занимается таможней вот поэтому я с кредитами под кредитов был далек от банковской сферы был далек и в этой связи тоже на жизнь брал в общем как бы халява мне тоже присущи мне тоже это нужно было я не мог устоять перед какими это там определенными красотами жизненными естественно гораздо проще было мне так казалось жить непосредством а в долг в результате точно также влип в кредитную кабалу в свое время но что хочу сказать чтобы не было скажем так предпосылок меня ругать хаять господам из разряда взял нужно отдать я отдал все что я брал даже с запасом я отдал то есть все полностью с точки зрения арифметики простейший я все деньги отдал и даже с запасом то есть коммерческую составляющую даже им выплатил но банкиром мало они вечно недовольны и у меня естественно разбирательство были есть само собой банк там какой-то в суд подал я это все через себя протащил кто-то не подавал в суд потому что поняли что со мной скажем так каши не сваришь потому что я в досудебном формате не скрывался я с ними вступал в переписку в диалог я не то что прятался я наоборот выбрал стратегию нападения и они просто открестились от меня и сдали меня коллектором продали сдали по агентскому договору тоже меньше всего меня волнует то есть по некоторым банкам вообще судебных разбирательств никаких нет со сбером были судебные разбирательства которые я собственно говоря совершенно четко с чувством с толком с расстановкой преодолел но это отдельная история сейчас послушайте а в конце ролика я прокомментирую что реально было у меня со сберам алло да алло давайте жертвы там кто россии а чё так долго трубки подходили дмитрий генщик винесок это вы да меня зовут ваш машина василий валерий специалист звание направлении по работе с проблемной задолженностью хочу вас проинформировать потребительском кредит и кредитной карте чистится просроченная задолженность на общую сумму миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей по кредитной карте я смотрю вас документы на стадии передачи в суд по этой задолженности я вам могу на телефон сообщить по которой вы можете подробную информацию получать еще раз вы откуда звоните дай мне кепку на наш откуда звоните как я в это поверю почему у вас информация совершенно искорежена если вы из банка звоните вы все знаете что дела давным давно уже в судебном разбирательстве пришли к завершению что вы там не рассказываете что со сбербанка вы звоните а алло молчать будем молчать будем или что вы мне дайте сказать так я жду паузы какие-то 20 секунд для чего 20 секунд паузы еще не было в нашем разговоре ну хорошо вообще зачем паузы я еще раз повторяю все прошло в суде и давным давно все закончено еще в августе месяце это по потребительскому кредиту у вас по двум вариантам судебный приказ по маленькой сумме отменен по потребительскому кредиту банк забрал исковое заявление чего надо еще по кредитной карте я вам могу номер телефона сообщить да нахрена мне это нужно пишите все мне на почту у вас какой адрес регистрации указано докажите мне что вы из банка ну скажите мне корректный адрес регистрации который я 200 раз банк уже сообщал и банк не подтвердил что он знает этот адрес скажите по какому адресу я прописан докажите что вы из банка звоните ну хотя бы один назовите как это как у человека может быть несколько адресов прописки быть а ну расскажите мне пожалуйста прописку ага с банка он звонит говори откуда звонишь мошенник давай перебирай какие у тебя еще адреса написаны несколько адресов идиота нашел гагарина и полярная какое гагарина какое полярное ну давай хотя бы вот у тебя три попытки где я живу сотрудник банка нет где у меня регистрация ну ты мне скажи где регистрацию у меня сотрудник банка ну чего ты молчишь опять паузы эти выбираешь для чего коллегами со своими ущербными советуешься какое коллекторское агентство просто скажи да и все что западло сказать что ты коллектор что ли да мне похер у тебя информация знаешь почему такая потому что ты не из банка звонишь ты коллектор ты звонишь с коллекторской организации ну вы как можете убирать да потому что блять в банке есть информация обо мне вот как полностью вся информация обо мне есть я клиент банка у меня несколько счетов открыто в сбербанке у сбербанка ко мне нет претензий вообще сбербанк исковая забрал потому что оказался не удел дмитрий генщик всю полученную информацию от меня вы можете уточнить в депутатии там на хрена мне эта информация твоя информация ничего не весит так же как и ты потому что ты даже не можешь признаться что ты коллектор выбрал работу работаешь где-то там в актив бизнес коллекшн работаешь скажи честно или вообще мне надо телефон из сибири менять откуда-то так нахрен ты мне нужен с тобой разговаривать кто ты такой докажи что ты банка я буду с тобой разговаривать что ты мне сказать еще скажу знаешь кто я такой лучший друг грифа германа гера его зову я герасик говорю слышишь чего там у тебя за беспредел в банке он мне говорит а мне похер у меня знаешь какой дом в калифорнии и вообще сбербанк зарегистрирован в калифорнии штат знаешь какой мне похер говорит что там с людьми в россии происходит герман так говорит мне аж а я его друг ну чё ты опять молчишь не знаешь да как же с такими людьми разговаривать да у меня дебилом выставляет меня не понимая мне сказать то нечего у меня такая работа что я должен на вы на меня блять помой и льют а я с ним должен на вы хотя подрывает слушай я тебе скажу у тебя хорошая работа потому что ты никогда не встретишься с человеком которому звонишь поэтому ты живой еще ходишь вот блять кто-нибудь из вас бы мне попался в руки а вот бы я ему башку оторвал бы блять прокрутил бы против резьбы на место бы поставил чтобы думать вы начали когда идете коллекторами работать в банке он работает чё ты опять молчишь ну скажи мне каком и доброе слово наподобие неконструктивный диалог мы с вами еще свяжемся ваши же фишки ну да 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 ну скажи скорее скорее прояви инициативу свою чё там с вами дальше ну чё ты с нами дальше можешь шавка ну чё ты мне Дмитрий Евгеньевич да я Дмитрий Евгеньевич чё теперь не собираюсь да и не нужно зачем ты вообще понимаешь у тебя работа такая ты даже не можешь вот ты раз тебе попадается этим ты должен его набрать ты должен ему позвонить несмотря на то что видишь в комментариях что он вообще вас по бороде всех пускает а тебе надо ему позвонить еще и трубку надо выключить что там не трубки надо аппаратуру первому выключить да а иначе на следующего не попадешь денег не заработаешь верно да беспомощное чудо ты не мужик а баба ты понял работаем а ты даже не можешь ответить вот такую ты работу выбрал вот так же вот проститутки понимаешь они вот вообще просто тоже они бы и хотели сказать когда их двадцатером дерут они могут деньги потому что заплачены понимаешь они же на работе вот то же самое у тебя ничем не отличается Дмитрий Евгеньевич да так они тоже зайка зайка давай сильнее зайка так и ты Дмитрий Евгеньевич да Дмитрий Евгеньевич лучше продолжать жить с такой задолженностью да конечно это лучше чем жить в твоей шкуре задолженности не нед большой задолженность если нова задолженность тогда мне судебного притого была бы исполнительная производства понимаешь если бы было задолженность то было бы исполнительное производства если бы были претензии какой-нибудь кредитной структуры ты понимаешь ключи голову нет ничего Sans recursos расскажи мне про какую сейчас задолженность говоришь Дмитрий Евгеньевич, я сам не собираюсь назвать разговор в таком тоне. Да, конечно, куда тебе? Пешка-танка у тебя со мной в таком тоне разговаривать. Тебе только с бабушками и всяким чмом разговаривать, со стадом. Вот тебе с кем только разговаривать. Продолжайте общение. Давай, выдумай что-нибудь. Вот видишь, как приходится голову включать, аж не получается, да? Мозги атрофировались. Не может даже башку свою включить, чтобы сказать как вежливо и в то же время... Ну что, друзья мои, я вот что хочу сказать. Много мне пишет в комментариях и вообще в личку пишут мне такие фразы типа «Вот, вы, конечно, вам легко, вы можете на переадресацию от имени какого-то другого клиента, представившись, все что угодно говорить, обливать по-моему, обсирать и хамить этим коллектором». А если бы вот с вами, вот вам пример. Лично ко мне звонят, и да мне пофиг. Я вам серьезно говорю, ребят, не надо их бояться. Я вот со всей ответственностью заявляю и демонстрирую. Их не нужно набояться. Вот, а то знаете, вот вам легко, типа вы от имени там одного, второго, третьего, там, да еще и Герпес Адольфович, что-то. Вот, еще раз очередной пример. То, что со мной происходит то же самое, что и с вами. Но посмотрите, вот те, кто недавно на нашем канале, почувствуете разницу, да. Хотя, ну, скажем так, чтобы быть совершенно честным, было время тоже блеял. Было время, когда я, ну, хоть и не понимал, что происходит, но все-таки тащил последнее в банк. А сколько таких людей? Очень много. Очень много. В данном конкретном случае я с вероятностью в 99% хочу утверждать, что это звонит какое-то коллекторское агентство. Они сейчас стали очень часто эксплуатировать такую форму, прям напрямую называются каким-то банком. А, ну, собственно, прием-то простейший. Как доказать обратное, что это не из банка? Потому что из банка звонят, даже если, то у них тоже никаких вообще нет доказательств под голос из трубки и все. Да, я из банка. Ну, вот из банка. Простой тест, элементарно, можно выяснить, откуда он звонит. А с другой стороны, без разницы, откуда они звонят, с банка, коллекторы. Понимаете, вы не хотите и не обязаны с ними поддерживать устный формат общения. Если у них есть официальные претензии, пускай официально на бумаге их и выставляют. Даже в высокой, в большой политике, в большом бизнесе никто по телефону не выставляет официальных претензий, требований. Пытаются договориться, да. Но когда вам говорят, что банк выставил окончательное требование, я вам предлагаю спросить, где оно? Если его нет, а если оно вот так вот только звучит по телефону, то я вот в некоторых роликах им и оплачивал сразу по телефону. Я говорю, вот вам, я кладу сейчас на трубочку, у вас сейчас там из клавиатуры должна вылезти, как из факса, денежка. Нет, нету. А, ну, значит, это то же самое, что и ваше требование окончательно. Громкие, красивые слова, ну, красивые в кавычках, рассчитанные только на запугивание, на введение ступор. А откуда этот страх? От простого элементарного незнания. Вот и все. Наш канал вам в помощь, друзья мои. Наши юристы, специалисты компании Алиам тоже готовы сделать для вас все, что вы хотите, что для того, чтобы оказаться в правовом поле перед этими банкирами. Вы и так, в принципе, единственная из всего сложившегося круга событий, да, единица, которая не нарушает закон. Поверьте, чтобы они вам не рассказывали, так как они его нарушают по отношению к физическим лицам, к гражданам, это, знаете, вы то, что там что-то не оплачиваете, это небо и земля. Поэтому не нужно бояться, нужно разобраться, а просто элементарно находясь на нашем канале, подписавшись на наш канал, вы уже здесь почерпнете массу полезных вещей. В такой развлекательной, в простой, в удобоваримой форме. Но если вы хотите действительно, а это необходимо, если у вас есть долги, если вы когда-то подписали какие-то договоры, оферты, анкеты или еще что-то там, какие-то онлайн займы, вам обязательно для полного душевного комфорта нужно от этого избавиться официально. Как и что это происходит, что мы для вас готовы сделать, вы можете увидеть, пройдя по ссылке, которая находится в описании ролика www.3waliam.ru Это ссылка, сайт нашей компании. На сайте выложена видео, презентация, как устроена работа кредитных юристов. Посмотрите, пожалуйста, и все поймете. Там все по полочкам рассказывается. Сколько стоит, сколько мы времени будем с вами работать. Почему не нужно платить в банк, категорически в банк нельзя платить, если вы уже встали под юридическую защиту. То есть ваши платежи ограничатся только оплатой наших услуг. А это намного дешевле, чем и понятнее, самое главное, чем платежи, которые с вас требуют банкиры. Вот такая вот ситуация. Посмотрите и все поймете. Не нужно мне писать в личку, Дмитрий, помогите. А я в ответ пишу. А вы посмотрели видео на сайте? А времени нет. Нет у вас времени. Раз нет времени на это, значит, ваша ситуация не такая острая. Посмотрите видео. Это не многосерийный сериал. Это чуть больше часа. Но эта информация максимально полезна и очень доступна, изложена. Там нет. Не бойтесь никаких юридических формулировок и так далее. К минимуму все сведено, сделано, сформулировано именно так, чтобы простой человек мог это понять. Ну, что еще? Ссылочка на группу ВКонтакте. Также в описании ролика есть. Вступайте в группу нашу ВКонтакте. Там все ролики дублируются. И, конечно же, лайк с вас, если ролик понравился. Ну и подписка. Подписка на наш канал и репост. Огромная просьба, друзья мои, поделитесь как можно большим количеством друзей и знакомых. Какой-нибудь ссылочкой от нашего канала. Какой-то ролик им дайте послушать. А этот или какой-то другой. Чтобы как можно больше людей начинало понимать, что все не так страшно, как им нарисовали. И тем самым сделайте, как говорят, плюс к карме. То есть вы действительно поможете многим людям, а тем самым вы поможете себе. Ну что, за все вам спасибо и за внимание, и за то, что вы так щедро делитесь комментариями. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алян. Всего вам хорошего.